Прежде всего, когда мы говорим о римской правовой системе вообще и римском судопроизводстве в частности, следует сказать, что римлян не случайно называли казуистами. Они шли не от общего к частному, а от частного, от частных случаев, конкретных судебных казусов к некоему обобщению. Вообще римляне считали, что всякое определение, обобщающее конкретику, оно опасно. Опасно и в этом плане, безусловно, прибегали к определениям лишь в крайних случаях. В то же время римские определения того или иного института, в том числе суда и судебного процесса, не теряют своей актуальности даже в наши дни. Итак, что такое судебный процесс в Древнем Риме? Прежде всего, следует сказать, что уже в конце VI, в середине V веков до н.э. произошло разделение римского судебного процесса на две части. Так называемый юдициум приватум, или суд магистратов римских государственных выборных чиновников по частным делам римских граждан, и юдициум публику, или лучше даже сказать юдициум попули, то есть суд народа, народный суд или публичное судопроизводство, или, мы бы сегодня сказали, судопроизводство в области публичного права, которое нередко и не совсем точно называется уголовным судопроизводством. Так вот, это деление римского судопроизводства первоначально связывалось ни с чем иным, как с особым институтом, по-латыни он называется провокацию от популюм, или обращение к народу, право обращения к народу. Уже первый римский консул Валерий Публикало издал закон о праве провокации, или о праве римских граждан обращаться к народу за защитой по любым делам, как по делам частного порядка, так и по делам, предполагающим уголовное наказание. Но этот институт вырабатывался, конечно, очень непросто в римских реалиях V-IV века, в борьбе между Патрицианским сенатом и плебейским трибунатом, римским плебсом как таковым. Но, скажем так, к периоду законов 12 таблиц было установлено, что все дела, штраф, которым превышает 520 ассов, но чтобы было понятно, что такое 520 ассов, один баран стоил 10 ассов, один бык или корова примерно стоили 100 ассов. Вот 520 ассов – это, скажем, 5 быков и 2 барана. Довольно ощутимая для того времени сумма. По этим делам можно было обращаться за защитой в случае несправедливого решения римского магистрата, прежде всего консула, обращаться к народу за защитой. Что из себя представлял римский судебный процесс? Обычно говорят о процессе по легисакционным искам, легисакцию, дословно, действие закона, или эти иски еще назывались законными исками. Считается, что это древнейший, установленный уже законами 12 таблиц, судебный процесс по частному праву. Но это глубокое заблуждение, которое доминирует в современной науке, поскольку легисакционные иски имели характер универсальный. Вообще еще знаменитый итальянский романист Пьетро Банфанте в начале 20 века, то есть более 100 лет назад, написал интересную статью, в которой говорил о универсальности римских институтов, то есть их применимости как в области частного, так и в области публичного права и судопроизводства. И, соответственно, исходя из этой точки зрения, и особенно из знаменитого определения Гая, согласно которому все право, которым мы пользуемся относится либо к лицам, либо к вещам, либо к искам, из этого определения следует, все право, не только частное, но и публичное право, пользуется вот этой системой деления на лица, вещи, обязательства, иски, которую мы употребляем и в современной системе европейского права. Но если, скажем так, система англосаксонского права или система common law общего права, применяющаяся в Англии, Соединенных Штатах и некоторых бывших английских колониях, вот этот принцип Гая, все право, которым мы пользуемся, относится либо к лицам, либо к вещам, либо к искам, то есть вот этот универсализм римского права используют в своей системе, то есть и в области частного, и в области публичного права, то континентальное право здесь более догматично и опирается в большей степени на средневековую систему, выработанную гласаторами Болонского университета и разделяет в значительной мере частные и публичные права и, соответственно, судебную систему в области гражданских дел и в области уголовных дел, чего в римском праве не было. Вся система судопроизводства носила универсальный характер. В чем универсальность? Прежде всего, в делении судебного процесса республиканского периода на две фазы. Первая фаза называлась инюре, то есть фаза разбора дела, рассмотрения дела у римского магистрата. Первоначальная речь шла о консулах, позднее появились претеры, городской претер, претер Пилигринов, которые рассматривали дело. Вот эта фаза инюры, это еще был не суд. Вот мы знаем, что наше гражданское судопроизводство, оно однофазовое. Там, естественно, ответчик приходит к судье и возбуждает дело. Судья решает, принять дело к рассмотрению или не принять. И этот же судья выносит решение. У римлян не так. У римлян и в гражданском, и в уголовном судопроизводстве в одинаковой мере рассматривалось всякое дело. Сначала у претера до суда. И если, скажем, аналог этого рассмотрения присутствует в уголовном судопроизводстве, ведь прежде чем передать дело в суд, в уголовный суд, прокурор и следственные органы проводят досудебное расследование. И только когда доказательная база будет достаточно полной, дело передается в суд. И вот эта стадия и в современном уголовном судопроизводстве называется досудебной. Вот инюра, римская инюра, это вот та самая досудебная часть процесса. Досудебная. Где претер решает, к какому роду делу относится данный казус. Кстати говоря, римляне очень многие дела решали досуда. Сейчас это становится модным. Многие дела стараться разрешить до передачи их в суд. У римлян это было нормой. Почему? Потому что с момента принятия дела на рассмотрение, на расследование, претер предоставлял сторонам так называемые три нундины или 30 дней. Нундина – это римская неделя, 9 дней из 9 дней состояла. Соответственно, 30 дней – это три римских недели, более или менее. Когда каждую нундину, то есть каждый базарный выходной день, дело вновь, если речь идет о процессе по частным делам, эдикт претера о таком-то гражданском деле вывешивался на форуме, и сторона истаз со стороной ответчика могли обсуждать на форуме присутствии всех любопытных, желающих принять участие в деле римских граждан, там же на форуме обычно находились и так называемые знатоки права римские юристы, которым нередко естественный ответчик обращались как к авторитетному лицу, чтобы он высказал свое мнение по поводу данного конкретного дела. Если авторитетный римский юрист высказывал свое мнение по делу, это означало, что тот в пользу, та сторона, в пользу которой он высказал свое мнение, имеет значительные шансы выиграть свое дело в суде. И нередко, если это мнение высказывалось, да еще одобрялось присутствующими друзьями, родственниками, близкими сторон спора и присутствующим плебсом, то тогда нередко дела завершались до передачи их в суд. То же самое можно сказать и в большей мере можно сказать о публичном судопроизводстве, то, которое мы сегодня называем уголовным. для уголовного судопроизводства было обязательным обсуждение, досудебное обсуждение всех дел, дело сторонами на так называемых конционес. Это народные сходки, которые проводились по приказу того же претера или по приказу плебийского трибуна, и на которых тоже происходило обсуждение конкретного дела. Конечно, на этих досудебных слушаниях присутствовали все друзья-родственники и привлеченные, приглашенные авторитетные лица. Приглашенный по латыни обозначается термином адвокатус. Отсюда и современные адвокаты появились. Вот древнеримские адвокаты республиканского периода это не собственно те судебные ораторы, которые выступали с речами в суде, а это все свидетели стороны обвинения или стороны защиты, все готовые поручиться за истца и ответчика в том, что он говорит правду, все те, кто готовы внести залог за то, что данный человек не избежит и данный человек платежеспособен, вот все эти лица назывались приглашенными, то есть адвокатами той или иной стороны судебного процесса и соответственно между адвокатами сторон нередко на еще досудебной части происходили жаркие дебаты, но вот кстати источником римского права помимо законов эдиктов претеров и так далее сенатов консультов ведь признавались и мнения римских юристов, причем когда римские юристы согласны между собой в определении того или иного казуса той или иной нормы то их мнение приобретало силу закона представляете для современной юриспруденции это невозможно но в Риме было так так вот что где можно было найти консенсус вот мнению юристов если мы знаем что юристы как таковые в суде судебных слушаниях не принимали участие так вот эти самые нындины вот эти самые три досудебных слушания досудебных слушания где высказывались мнения за и против где можно было помирить спорящих или доказать правоту той или иной стороны вот это авторитетное мнение римских юристов и высказывалось и если юристы были едины в своем мнении да еще присутствующий народ а кстати присутствие народа римского народа на этих досудебных последствий и судебных слушаниях было обязательной частью вот скажем Цицерон писал в 50-м году до нашей эры народа не было а были место проведения процесса было окружено воинами он говорит я не понимаю что случилось это вселяло ему ужас ведь отсутствовала так называемая корон правосудие что такое корона правосудие окружающий народ окружающий процесс назывался в римских назывался в римских источниках короной короной правосудия отсутствие ее было невозможно для римского процесса так вот мнение юристов поддержанное короной правосудие, то есть народом, приобретало практически силу закона. Если дело затем передавалось в суд, и судья действовал вопреки мнению, авторитетному мнению юристов, он терял свою квалификацию, он мог быть дисквалифицирован. Как? Муцис целого сказал, а вы вынесли решение вопреки его мнению, да еще мнению поддержанному народом всеми присутствующими. Вот эта особенность римского республиканского судопроизводства, к сожалению, после падения республики ушла в прошлое, пришел, заменил римский формулярный процесс, состоящий из двух стадий, преюдициальный, то есть досудебный, или называвшийся юр, и, собственно, юдициум, то есть суд, он исчез и был заменен так называемым экстраординарным процессом. Экстраординарный, то есть чрезвычайный. То есть чрезвычайный суд стал, или однофазовый суд, где не было короны правосудия. То есть с открытой площади, с римского форума судебные заседания были перемещены в закрытые здания, и присутствие народа там было не просто необязательным, но исключалось. Только сторона исца и сторона ответчика. Даже дискуссия между сторонами была сведена к минимуму, и вот этот чрезвычайный суд стал обычным для практики римского позднего времени. К сожалению, он является обычным и для современного судопроизводства европейского, и в том числе и российского. Вот что касается тех перемен, которые произошли в связи с падением республики. Очень жаль, что эти перемены были зафиксированы в римском корпус юрис цивилис, то есть доминирование чрезвычайного суда или экстраординарного судопроизводства. И эта система чрезвычайного судопроизводства доминирует и в современном праве, хотя мы с вами все-таки отличаем суд гражданский и суд военного времени. Но суд военного времени – это еще в большей степени чрезвычайный процесс, несколько отличающийся даже от римского позднего процесса эпохи поздней империи. В связи с этим не могу не вспомнить о знаменитых проскрипциях конца Римской республики. Речь идет о проскрипциях диктатора Корнелия Суллы 1982 года и проскрипциях второго триумвирата, во голове которого стоял Актавиан впоследствии август 43-го года. Дело в том, что нередко говорят и совершенно справедливо говорят, что это событие этих лет – настоящий террор в отношении римских граждан, настоящее беззаконие. Безусловно, беззаконие, но, должен вам сказать, не так все просто. Не так все просто с точки зрения римского права. В римском праве, именно в публичном праве и в системе судопроизводства различалась система судопроизводства в мирное время и система судопроизводства в военное время. Вот тот знаменитый, упомянутый мной институт правообращения ответчикой к народу за защитой, за поддержкой, провокацией от популям, он использовался только в мирное время. Вообще известно, что еще в конце VI века знаменитые ликторские фасции, в которые была вставлена секира, фасции как символ и инструмент наказания поркой, а секира как инструмент наказания уголовного, то есть декапитацию, отсечение головы. Так вот, когда ликторы входили вместе с римским магистратом, военачальником в Рим, секиры вынимались, что символизировало, что у магистрата нет права наказывать смертной казнью в мирное время римского гражданина. Это право было только у римского народа. И если он пытался наказать, любой гражданин мог обратиться к народу за защитой в мирное время. И, соответственно, магистрат, встречаясь с народом, обязан был опустить ликтора его, опустить фасции перед народом, склонить свой империй перед римским народом. А вот в военное время права обращения к народу за защитой права апелляции не было. И магистрат, как военачальник, в военное время принимал решение самостоятельно, ни с кем не консультируясь. По крайней мере, это было необязательным. Почему? Понятно, почему. Потому что речь идет о военных действиях, когда враг с оружием в руках напал на римский народ. С воюющим врагом не до судебных разбирательств. Нет времени. Так же, как если на вас нападает бандит ночью с оружием в руках, вы должны защищаться. И на силу можно отвечать только силой. Вы не можете взять его и повезти в суд, обвинив в попытках уголовного преступления. С воюющим врагом никаких разговоров быть не может. И воюющий враг в древнейшем Риме назывался пердуэллио. Пердуэллис. А преступление этого врага пердуэллио. Соответственно, здесь применялся совершенно другой механизм. Враг, застигнутый на месте, преступление должен быть уничтожено, если он не сдается. Соответственно, когда мы обращаемся к ситуации с проскрипциями 1982 года, проведенными Суллой, о чем идет речь? Ведь Сулла несколько лет до того, в 1988 году, отправляясь из Рима на войну с Митридатом, примирил стороны сторонников Марии и сторонников Сената, не употребляя серьезных гонений. Правда, Марий был объявлен вне закона, и некоторые его сторонники были объявлены вне закона врагами, вот Пердуэллис. Но тогда обошлось без жертв. Когда Сулла ушел из Рима, Марий и Цинна вернули себе власть и тоже устраивали гоняния. Соответственно, вернувшись, Сулла вел себя по отношению к собственным гражданам, но объявленным уже ранее врагами Отечества, соответственным образом он с ними сражался. Преступление Суллы состояло в том, что он продолжал с ними поступать как с врагами, уничтожать уже после того, как они сложили оружие. Известно, что он истребил порядка 6 тысяч римских граждан, сложивших оружие, еще до вынесения проскрипционных списков. Затем на народной же исходке он, не спрашивая мнения народа, объявил, что для вас будет лучше, если помещенные в списке врагов народа лица будут уничтожены. И, как известно, была объявлена награда всякому доносчику на скрывающегося врага народа и всякому, кто казнит его на месте без суда и следствия. Кстати, этот способ казни был известен еще в раннереспубликанском Риме. Так называемая санкция Сацер-Эсту, да будет проклят, да будет объявлен посвященным богам преступник. И каждому римлянину, согласно этой санкции, не возбранялось там, где он встретит врага римского народа, убить его любой ценой. Вот о каком институте и одновременно о каком преступлении Суллы идет речь. Он прикрывался тем, что его враги были объявлены врагами римского народа, но казнил их без поддержки самого римского народа. Может быть, даже вопреки воле римского народа. Потом, уже после проведения вот этих проскрипционных казней, он издал закон о собственной диктатуре. Ну, формально все было соблюдено, но это было узаконение постфактум, то есть преступное узаконение. Опыт Суллы использовали и триувиры Марк Антоний, Лепит и Октавиан Август. Должен вам сказать, в 43-м году они поступили несколько дней. Они добились вынесения на собрание римского плебса без обсуждения правды в Сенате плебисцита, так называемого закона плебейского трибуна Тиция, о предоставлении им на пять лет чрезвычайных полномочий по восстановлению порядка в римском государстве. И уже после этого были объявлены проскрипционные списки, которые, как известно, попал и знаменитый Цицерон. Цицерон, как известно, помог молодому Октавиану получить консульство, то есть сделать первые важнейшие шаги в карьере. И хотя сам Октавиан был против внесения Цицерона в проскрипционные списки, но уж очень ненавидел Цицерона Марк Антоний. Ведь последние речи Цицерона, 15 речей знаменитых Филиппок были обвинением в адрес именно Марка Антония. И ненавистная голова Цицерона и ненавистная правая рука, которой Цицерон указывал в сторону Антония как обвиняемого, были принесены этому триувиру после расправы над Цицероном. Вот вкратце, что касается проскрипции. Беззаконие, но стремящиеся облачить себя в формы законов военного времени. Форму законов военного времени. Вот в двух словах, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о системе римского судопроизводства республиканского времени, хотя эта тема заслуживает не одной лекции, а как минимум целого ряда, целого курса лекций. Спасибо.